Я часто сталкиваюсь со спортом, о генеалогическом древе армян. Сегодня, я думаю, ответы будут исчерпывающими, так как у нас встреча предстоит с антропологом, генетиком, доктором биологических наук, профессором Ливоном Епископасяном. Ливон Михайлович, словно молнией пронеслась информация по всей стране, после того, как на канале «Россия-1» сказали о том, что якобы у китайцев нашли армянский ген, сколько-то там процентов. Если вы знаете об этом что-нибудь подробнее, расскажите, пожалуйста. Да, действительно, это статья, которая появилась в прошлом году в журнале «Сайенс», в одном из ведущих научных изданий в феврале прошлого года. Там буквально было написано следующее, что в генофонд северных китайцев, то есть народ хам, генофонд, он в себе содержит около 4% генетических следов армян. Ну, давайте разберемся, что такое генетический след и что такое генетический след армян. Значит, было исследовано генетические особенности, генофонд, генетические особенности различных народов современных, и основная мысль данной статьи, то есть основная цель данной статьи была следующая. Провести картирование этих самых тех процессов, которые имели место за последние, ну скажем, где-то 2000 лет. То есть картирование процессов, которые привели к, которые явились результатом генетического столкновения или генетического контакта населения. Это называется «admixture», то есть смешение. И вот это смешение, оно должно было показать, это карта, которая интерактивная карта, она сегодня существует, вы можете очень легко воспользоваться ею, значит, там есть вот эта интерактивная карта, на которой данные все географические точки, и нажав одну из них, вы можете выяснить, какие этнические группы принимали участие в формировании армян, какие этнические группы принимали в формировании китайцев и так далее, и так далее. Одним словом, там несколько десятков народов, и вот эти народы, вы можете, исходя из результатов данного исследования, выяснить, какой степень генетического влияния оказали те или иные народы на генофонд тех или иных народов, в остальных народах. Кстати, очень интересное, ну, естественно, это только начало, поскольку любое научное начинание, оно имеет свое начало, имеет свое, так сказать, дальше продолжение, имеется в виду, что необходимость вовлечения большего количества материала. В данном случае 4%, которые были получены в этом исследовании, они и интересны, и в то же самое время вызывают некоторые вопросы. Конечно, что такое 4%? 4% это значит, в сегодняшнем населении Китая, а это примерно 1,5 миллиарда, ну, где-то, если взять половину, я точной цифры не могу назвать, если половина это Северный Китай, то есть где-то там 700 миллионов, 4% от 700 миллионов, это 7 миллионов, это получается где-то 30 миллионов, да? Там много. Примерно 30 миллионов, значит, примерно, да, но имеется в виду, не 30 миллионов несут в себе, а они уже растворены в этих 700 миллионах китайцев, вот есть армянские следы. Как это могло возникнуть? Вот как в Ближнем Восток и Дальнем Восток? Да, значит, во-первых, данная работа, которую провели очень хорошие исследовательские группы, это группа из UCL University College London, я там работал, имел участие работать там полгода, и примерно знаю ребят, которые работают в этой области, и была очень хорошая группа биоинформатиков из Германии. Так вот, работа сделана, конечно, очень чисто, я не буду вдаваться в подробности, это чисто профессиональная вещь, но там сделаны следующие, то есть найдены особенности, которые характеризуют популяцию армян. Дело в том, что у моих коллег, которые работали, значит, над данным проектом, у них из этого района, из этого региона были только армянские данные. Я к этому потом вернусь, почему именно армянские данные и к чему они привели. Армянские данные, значит, в этой статье показали, что особенности армянские... Не было данных по этим самым, по азербайджанцам, не было данных хороших по иранцам, не было хороших данных по грузинам и так далее. Были данные по тюркской популяции, но тюркскую популяцию мы с вами должны учить, что она все-таки не аборигенна, она все-таки является продуктом смешения за последние примерно тысячи лет. Поэтому учили говорить о том, что тюркская популяция полностью является аборигенной, но у нас нет никаких оснований. Поэтому и оказалось, что в качестве... Не оказалось, а причина того, что в качестве аборигенного народа иностранные коллеги, это тоже важно учесть, что это не армянские данные, это не армянский вымысел, а вот иностранцы, вот наши коллеги, они взяли в качестве такого эталонного варианта армянские данные, которые характеризуют область именно очень интересную с точки зрения распространения современного человека. Они взяли эти данные и оказалось, что действительно 4%. Что такое 4%? 4% это цифра, которая должна была вырасти за счет очень интересных вещей. За счет того, что, во-первых, там должны были оказаться армяне в очень большом количестве примерно тысячу лет тому назад. А могли китайцы оказаться в большом количестве в Армении, наоборот? Нет, этого нет. Нет, нет, они не могли этого за. Там, значит, совершенно четко идет и привязка идет и временная, хронологическая. Это примерно тысячу лет назад. Примерно тысячу лет назад это... Это не так давно. Да, это не так давно. То есть, я сейчас сделаю выкладки такие очень простые арифметические, и тогда будет понятно, что здесь мы имеем дело или с каким-то очень необычным фактом, или что-то тут не так. Примерно тысячу лет назад это был расцвет этого самого шелкового пути. Армяне действительно оказывались там. Были там не только армяне, были там и представители других народов, и греки были там, и в это время там были, скажем, и из Европы были купцы. Они шли туда, привозили, естественно. Ну, одним словом, существовал довольно устойчивый путь, и мы имеем следы этого пути, и у нас тоже на Силимском этом перевале, вы знаете, есть этот самый Караван-Сарай, тоже является одним из участков этого пути. Он пролегал и через Армению тоже. Армянские купцы там были. Но теперь представьте, что если примерно тысячи купцов были там, для того, чтобы оставить след на уровне 4%, это надо, чтобы у этих купцов была не одна семья, а несколько семей. Чтобы они были довольно, как сказать, удачливы в этом самом смысле размножения, в смысле плодовитости. Плодовитость обычно бывает очень высокой, если существует многоженство. Ну, не думаю, что армяне были такими уж большими почитателями многоженства. Ну, наверняка, просто там были не только армяне. Ну, и как и всякие другие дальнобойщики, семьи где-то... Наверное, я согласен. Они должны были быть очень богатыми, чтобы их дети тоже были богатыми, чтобы они тоже плодились очень много, потому что надо было все-таки давать детям образование. В те годы это было довольно принято, все-таки страна была очень развитой. Мое мнение чисто, вот, мое мнение таково, что хотя они оперировали данными, кстати, там наши данные, там 16 человек, которые мы собирали в Армении, поэтому мы в ответе за эти данные, это четкие данные. Эти данные были получены через одну из лабораторий, значит, работающих в Европе. И, так что, ребята, давайте не обольщаться тем, что армяне имели уж какое-то очень сильное воздействие. Это просто армяне явились представителями данного региона. И вот сегодня в генофонде народа Хан, китайского региона, китайского этноса, там около 3-4% присутствия генов, генетических особенностей, не генов, генетических особенностей, которые могли там оказаться в результате, скажем, оседания там купцов, которым очень понравились вот эти самые косоглазые или узкоглазые, очень красивые эти самые китаянки, и они решили остаться там в своей семье. Хорошо, вот такой еще тогда рождается вопрос, а много ли таких народов с армянскими генами? Значит, смотрите, слово армянский, когда мы говорим, в данном случае армянский нужно говорить, поскольку тысячи лет. Тысячи лет это был уже, мы прошли, так сказать, пик армянского этого самого, этнической идентичности, который приходится у нас на 5-й век, золотой век армянской культуры. Здесь, да, но нужно учесть и следующее, что мы, армянская нация формировалась не в последние тысячи лет, как и некоторые другие нации, а формирование армянского этноса, если мы его привяжем к языку, то это примерно, как минимум, примерно 5,5 тысяч лет. Это, опять же, я все время буду подчеркивать, это не армянские данные, это не высосанные из пальца наши желания, что-то такое, скажем, не обоснованные какие-то данные. Это данные, в общем-то, которые обоснованы, они основаны и на результатах, и на странных авторов, которым, в общем-то, нет никакого резона у них, скажем, раздувать армянскую историю, будь то язык, будь то происхождение, будь то генофон. А это можно назвать какие-то имена? Сейчас я скажу, ну, имена, скажем, пожалуйста. Скажем, вот, человек, который в последние несколько лет, ну, лет 10 уж, что точно, занимается разработкой, классификацией и происхождением доевропейских языков, это Квентин Аткинсон. Это известный фамилий. Да, Квентин Аткинсон, очень часто его цитируют, особенно его статью, которая появилась в Science в августе 2012 года. Очень известная статья. Есть ученые, которые не согласны, есть ученые, которые полностью принимают, неважно, наука, она, так сказать, все время развивается, благодаря тому, что мы отрицаем какие-то прежние данные, или наоборот их усиливаем, или отметаем полностью. Одним словом, это один из... Корифеев современных. Корифеев, да, современных в области применения средств, скажем, математических средств, или симулирования, симуляционного моделирования для восстановления истории происхождения на этих самых языках. Так вот, вернемся к вопросу. Какие еще народы носят себе армянские гены? Ну, опять же, скажем, дело не в армянских генах, а вот носят себе следы столкновений с армянским генофондом, или с армянским генетическим влиянием. Вообще, все те народы, которые проходили отсюда, через данную территорию, и шли в север или на запад. Сегодня мы выполняем с нашими, опять же, зарубежными коллегами работу по выяснению, какова роль армянского Нагорья в распространении вот первых неолитических землетельцев, ну, что началось примерно 10 тысяч лет, 8 тысяч лет того назад, и проходило через армянское Нагорье. Ну, кое-чего мы уже достигли, появилась очень хорошая статья в декабре прошлого года, сугубо армянские авторы, и с вкраплением двух-трех авторов из-за рубежа, это наша креда, чтобы нас не могли, так сказать, заподозрить в каких-то узконационалистических, что ли, вот, влияниях или, скажем, давлениях, этого у нас нет и не будет никогда. И народы, вообще все те народы, которые возымели воздействие от Ближнего Востока в неолитическое время, 8-10 тысяч лет тому назад, и их предки проходили через армянское Нагорье, они имеют очень большое сходство с нашими предками. Говорить о том, что это были армяне, конечно, не имеет смысла. 8-10 тысяч лет тому назад пока не было осознанности. Из современных народов, все народы северо-запада Европы, это кельские народы, они себе носят один чистый, выраженный генетический вариант по игре-хромосоме, то есть мужской истории, который проходил через нашу территорию. Из всех народов этого региона, я имею ввиду юго-восточной Азии, наибольший процент данного элемента, мы являемся носителями этого элемента, и никто более. Это указывает на то, что они проходили через эту область, в этой области мы имели с ними очень сильные контакты, общие наши предки, которые еще не были армянами, это надо учесть. Не надо скатываться на, вот, казалось бы, очень приятную, наверное, в кавычках... А вот жители подговорят, что бритвы, поварцы, это подруги армянами. Нет, конечно же нет. Конечно же они проходили через эту территорию, естественно, из этой территории часть населения осталась, они дали, так сказать, начало армянам, асирийцам и прочим-прочим остальным людям. И пошли дальше. А часть пошла дальше в Европу. И вот те, которые пошли дальше, естественно, их братья, двоюродные братья, они остались здесь. Мы в таком-то смысле, мы очень четко можем сегодня генетика, поскольку наука очень сильно основанная на математике, она способна сегодня восстановить и с учетом современных данных, и с учетом тем более данных по древней ДНК, о чем у нас будет возможность, наверное, поговорить, мы имеем возможность восстановить, когда же они прошли через эту территорию, и когда мы имели с ними общих предков. Так что общие предки, поскольку мы являемся на территории транзитной, то общие предки всех тех народов, которые проходили через эту территорию, мы с ними, так сказать, общие. И в этом, так сказать, нет ничего ни положительного, ни отрицательного. Это просто, так сказать, естественно. Да, Армянская Нагорья, ну, действительно, территория такая транзитная, вот, будто бы сам Бог велел на стыке Азии, Европы, Африки, Кавказа того же, почему и много очень споров по этногенезу, но это мы с другим специалистом поговорим. Скажите, Львон Михайлович, армянин, классический армянин, какой он? Так, вопрос хороший, но на этот вопрос надо ответить отрицательно, в каком-то смысле, с отрицательным таким оттенком. Дело в том, что когда мы исследуем современный генофонд армян, мы видим, что он очень разнообразен. Ну, для неспециалиста я могу посоветовать неспециалисту выйти просто на улицу и посмотреть, ну, взглядом таким очень... Деревание это четко проследует. Да, очень... Так, посмотреть, какие типы встречаются. Можно ли выделить какой-то определенный армянский тип. Высокий, длиноногий, или наоборот, низкорослый, такой вот довольно упитанный, или, скажем, голубоглазый, светловолос, нет, нет у нас давляющего типа, нет. Со всего понемногу. У нас со всего понемногу, и когда мы на генетическом уровне уже на это смотрим, то есть, ну, тогда я вернусь уже чисто таким более-менее понятным аналогиям. Обычно мы говорим, что мы все дети Гайка, поскольку существует легенда Гайки, Абели, и вот мы являемся его потомками. Существуют даже книги, потомки Гайка, выключенные на разных языках. Все это понятно, каждый народ должен иметь свою мифологию, должен иметь свой архетип и так далее. Каждый уважающий себя народ. Ну, естественно. Но на самом деле получается, что иногда мы сталкиваемся с очень интересной особенностью. Народу, у которого очень короткая история, этногенетическая история, они иногда в такие дебри власят. У них иногда такие сегодня возникают псевдо-эти самые теории, которые уносят нас чуть ли не в палеолит. Поэтому я считаю, что... Это в основном это из-за противоречия. Это я думаю, что это просто из-за того, что они считают, что чем древнее народ, тем, естественно, этот народ наиболее почитаем. Для меня на самом деле это не так. Для меня мы все-таки проживаем с вами очень короткую жизнь. Где-то 70-75 лет. И человек хочет прожить ее более-менее достойно, красиво, я не знаю, и, ну, с этим самым, с достатком каким-то. И моральным, и физическим, и материальным. Поэтому некоторые предпочитают уезжать из древней страны Армении, поехать в какую-нибудь новую страну, которая заселилась всего лишь в основном... 300 лет назад. Ну, 10 тысяч лет тому назад, хотя бы, или тысячи лет тому назад. Исландия заселилась здесь тысячу лет тому назад, но в Исландии очень трудно получить гражданство, но очень многие хотели бы жить в Исландии, поскольку там очень высокий уровень жизни. Поэтому тут существуют какие-то определенные ножницы. У исландцев нет никакого чувства этого самого, или, как сказать, комплекса неполноценности насчет того, что у них всего лишь тысячелетняя история. Мы имеем, как минимум, несколько тысяч лет, по языку это примерно 5,5 тысяч лет. Исландцы это потомки датчан? Да, это потомки викингов. Викингов? Это викингов. Но они никогда и не стараются, и вряд ли будут стараться растянуть, поскольку у них есть четко документированные данные, когда они там появились, и в этих самых, и в записях церковных, они до сих пор имеют свои четкие данные, кто кому приходится двоюродным, троюродным брать. Но это другая история, не будем ее касаться. Что касается нас, мы, по данным, опять же, зарубежных исследователей, наши данные тоже уже на это указывают, армянская популяция оказалась уникальной в одном смысле. Смысл заключается в следующем. Что примерно на уровне трех тысяч лет тому назад этногенетические процессы в целом завершились у нас. То есть, где-то три-три с половиной тысячи лет назад, а это время появления первой государственности. И туда уранту тоже входит. Это государственность, которая привела к появлению границ, привела к определенной изоляции, привела к тому, что народ, люди, говорящие на одном языке, принадлежащие к одному государству, они в основном плодились, жилились, обзаводились семьями внутри одной общности и не выходили за рамки этой общности. И в этих случаях обычно формируется уже устойчивый генофонд. Так вот, сегодня по результатам того же исследования, проведенного в феврале прошлого года, то, что, я сказал, адмифчис, слияние генетических контактов между народами, там тоже было показано, что армянская популяция в течение последних как минимум трех тысяч лет, не возымела на себе вот этого влияния инородного или чужеродного генетического элемента. Кстати, будет очень интересно. То есть, вы хотите сказать, что несколько тысячелетий назад тот классический армянин, о котором я вас спрашивал, был точно такой же, какой он и сейчас? Я хочу сказать следующее, что примерно в первом тысячелетии плюс-минус до нашей эры, уже завершилось формирование костика, генофонда, который в себя вобрал огромное количество различных этнических или субэтнических формирований племен, народов, групп географических, которые уже постепенно через язык, через давление государственных каких-то структур, они начали себя уже сознавать армянами. И вот сегодня, когда мы смотрим вот это разнообразие, а что такое разнообразие? Это как будто количество корней. Вот по количеству корней сегодня мы не уступаем, почти не уступаем очень молодому народу турецкой общности, турецкому народу. Я не говорю туркам, турецкому народу. В целом, потому что турки тоже проводят генетические исследования, конечно, на порядок ниже, чем у нас. Но вот когда мы сравним, мы видим, что турецкая нация, которая сформировалась, или народ, в течение последних 500 лет, так вот этот народ сегодня обладает не большим разнообразием, чем мы, которые, в общем-то, на протяжении последних трех тысяч лет почти не вбираем в себя чужеродные элементы. А скажите, вот Турция со своей политикой пан-тюркизма, неважно, официальная она, неофициальная, но она присутствует. Турецкие генетики, генетические исследования не ужасаются, когда раскрывается, что в современных турках 0% тюркского гена вообще? Значит, ребят, давайте это самое, давайте основываться на научных данных. Давай. Значит, была очень хорошая статья в 2004 году. Статью написал очень хороший аспирант, он турок по национальности, делал он работу не в Турции, делал он работу в Стэнфордском университете, в лаборатории, в которой руководил выдающийся генетик до сих пор, слава с Форцибл, руководителем. Конечно, работа имеет один недостаток. Отвечу. Дело в том, что турки в начале 2000-х годов, они занимались генетикой. До этого тоже были какие-то работы, которые в основном проводили эти самые исследователи из Испании. Они проводили на других маркерах, на других характеристиках генетических, а это было проведено на Y-хромосоме, где четко прослеживается история отцовская история, или мужская генетическая история. Так вот, на основе этих данных, которым я доверяю, и очень многие доверяют мои коллеги за рубежом, поскольку был собран хороший материал, около 600 образцов по всей Турции. Там получается следующее, что влияние тюркского элемента, то есть центрально-азианского, на генофонд современного населения Турции, то есть центрально-азиатского, на малазийский, примерно от 6 до 8 процентов. То есть, а это еще и генетик хромосома. Я думаю, и я думаю, что будущее это покажет, что по митохондриальной ДНК, то есть по женской части, намного меньше. Это как правило. Когда идет инфильтрация какого-то элемента этнического в новую область, обычно носителями новых генетиков являются мужчины. Ну, поскольку это солдаты, это люди, которые пришли... Вы знаете, что-то странное, недавно я говорил с Гарником Асатряна, он сказал, что в азербайджанцах мужчин 0% тюркского, а в женщинах 2%. То есть, это что-то такое, тогда получается, необычное, что у них женщины превышают мужчин. Значит, я приведу только то, что я знаю. Значит, в Азербайджане я не знаю, поскольку в Азербайджане очень мало проводятся исследований. Там совершенно... Потому что там язык, да? Я думаю, что просто существует табу. Да. Там существует табу, и они не проводят исследования по... Я не хочу вдаваться в подробности, некоторые подробности я знаю, но не хотелось бы, скажем, ставить под руку каких-то этих самых моих коллег, особенно зарубежных. Что касается Турции, дело в том, что турки, сделав эту работу, они, тем не менее, при сборе материала не собирали информацию об этом самом, об этнической принадлежности бабушек и дедушек. Если бы это было сделано, то мы бы совершенно четко могли бы картировать и по этим самым, и по принадлежности, то есть классифицировать по этническим группам. Этого не было сделано, но тем не менее, очень четко получается, что восточные области Турции генетически очень близки к армянской, к армянскому генофонду, по своим показателям. Естественно, так и должно быть. Понятно, потому что терминализация проходилась, отуречивание, и исламизация, она проходила на каком пласту? Понятно, дело, да. На том, который был автохтонный. То есть это было аборигенное население. Вернемся снова в Азербайджан. Хотелось бы нам этого или нет, потому что это нас касается. В Азербайджане очень модно говорить о том, что карабахские армяне – это армянизированные албамы. Есть ли какие-то исследования? Можно ли это как-то подтвердить или опровергнуть? Значит, для этого есть несколько путей. Нам удалось использовать один, и слава Богу, мы получили хорошие результаты. О чем я скажу? Конечно, лучший вариант – это совместные исследования армянских и азербайджанских генетик-антропологов. Но сегодня мы очень далеки от этой возможности. А если и предложить? Я предлагал. И что они ответили? Они не ответили. А, вот так. Обычно не ответили. Они не ответили, да. Я предлагал и предлагал уже несколько лет через своих российских коллег. Этого нет, и я думаю, что это еще долго не будет. У них существует совершенно четкий запрет на исследование такого рода. И недавно, я могу даже это сказать, поскольку это и в интернете есть, о том, что у них существует сегодня государственная политика консолидации нации, называется. Насколько я понимаю, эта политика направлена на то, чтобы все этнические элементы в данной стране, все представители различных этнических групп образований считали бы себя азербайджанцами. Я думаю, что это неправильный подход. Этот подход был в свое время безуспешно опробирован в Советском Союзе, и я думаю, что... Ну, что турецкая модель. Турецкая модель, я думаю, что на самом деле она сегодня в эпоху, так сказать, информационного поля, всеобщего, я имею в виду интернет, это невозможно. Существуют все-таки свои культурные, этнокультурные какие-то вот области или там, скажем, какие-то особенности, которые распространяются, и при любом давлении, при любом запрете, они, конечно же, будут распространяться с еще большей силой. Я имею в виду те народы, которые или национальные меньшинства, которые сегодня живут в Азербайджане, хотел бы просто посоветовать людям, которые занимаются этим, наоборот, больше способствовать их культурной автономии, чем подавлять это. Подавление приведет к обратному. А с Карабахскими армянами все-таки приведены исследования? Естественно. Значит, вопрос решается, он в лучшем способе, лучший вариант это совместные исследования, то есть исследовать генофонд азербайджанцев, генофонд кавказских, албанов или албанцев их называют, но албанов точнее. Ну, сегодня они представлены в основном удинами, наверное, И еще некоторые малочисленные народы, о которых пока не надо говорить, в основном удины. С удиными довольно трудно. Удины очень трудно идут на контакт, которые живут, естественно, те, которые живут в Азербайджане, естественно, они не на контакт, боятся. Те, которые живут на Северном Кавказе, они тоже боятся. У меня была возможность работать с ними, уже договоренность и так далее, но в последний момент все было приостановлено. И я думаю, что это пока будет продолжаться довольно долго. И есть третий вариант, который очень убедителен. Это мы берем данные по древней ДНК, то есть примерно 2000-летней давности, если азербайджанцы, наши соседи, утверждают, что 2000 лет тому назад здесь не было армян. Армяне появились здесь только после Туркменчайского договора, то есть в 1829 году их переселила. Российская Россия, Российская империя, то тогда ДНК людей, которые тут жили 2000 лет тому назад, никак не должна быть связана с ДНК, нашей ДНК. Я работаю в этой области 17 лет, и с 18 лет, с 1997 года у меня есть огромный банк данных ДНК современной, более 5000. Эти данные служат в качестве ориентира для сравнения с данными, палеоданными. В 11 июня этого года, недалеко от 15-го года, вышла статья в журнале Nature, один из ведущих, если не самый ведущий журнал, есть из сайта, в котором была исследована генетическая структура народов Евразии, бронзового века. Почитайте эту статью. Кто хочет, кто может, кто интересуется. И в этой статье представители, опять же, единственными представителями нашего региона были армяне. Почему? Потому что, ну, не хотят. Не могут. Грузинов тоже, но никого. Я вот говорю, вот из этой области были мы, была Россия представлена довольно хорошо, Чехия, Венгрия, ну и так далее. Там Евразия была представлена. Россия. Из Казахстана, кажется, было. Я точно не помню, но важно, что вот Россия, вот эта часть, Евразия, она была очень хорошо представлена. И что оказалось? Оказалось, что вот те люди, которые жили, там было 8 армянских этих самых образцов. Это большое количество. Там было 100 с чем-то. И вот из этих 100 с чем-то, с ГАКом, у нас было 8 образцов. Эти 8 образцов около 8%. Это очень хорошее представительство. И там очень большое количество этих самых маркеров, то есть характеристик генетических, что позволяет на очень высоком уровне достоверности сделать вывод о том, что являемся ли мы генетическими продолжателями, то есть существует ли генетическая очередность, или континьюнт, она называется, генетическая последовательность населения, которое жило здесь примерно 3000 лет тому назад, и которое сегодня проживает здесь. Один к одному. Один к одному. Это же касается и карабахских армян. Это касается восточных армян. Я имею в виду только восточных. Учтите, когда мы берем данные раскопок, то есть результаты раскопок, мы эти раскопки проводим только на территории Карабаха и Армении. За пределами этой территории мы не имеем возможности проводить исследования. Исследования, которые проводятся в Турции, в Иране, где были армянские населения, они нам недоступны, результаты этих исследований. В Грузии, в Азербайджане. Они нам недоступны. Мы можем опираться только на эти данные. Поэтому те, кто подвержен влиянию данной лжепропаганды, я их просто призываю прочитать эту статью. Эта статья, она очень хорошо прожевана различными другими журналами, газетами, и на русском языке, и на английском языке. Можно прочитать ссылки на нее. И получим достаточно... Я знаю, что в Азербайджане политизировано буквально все. И генетика в том числе не исключение. Фонд Гейдара Алиева, понятное дело, оно финансирует буквально все, что нужно. Есть ли в Армении что-то такое, какой-то финансовый институт, который поддерживает наших ученых? Неполитизированных, кстати. Да, значит, я скажу следующее. Слава Богу, что у нас неполитизировано. И слава Богу, что наше руководство в лице президента, в лице других высших чинов Армении не встречаются, так сказать, регулярно с представителями науки с одной целью, чтобы дать им какие-то наказы, я бы сказал, даже не наказы, а может быть, даже приказы, насчет того, что и чем нужно заниматься. Как и чем нужно заниматься. Насколько мы это знаем, это в открытой печати. В России существует ежегодная встреча, ежегодная встреча президента Алиева с представителями Академии науки, в котором очень четко обсуждается вопрос о том, что каким образом, на каком уровне, и успешно или неуспешно доказывается, скажем, или разрабатывается идея о том, что Армения является пришлым населением на этой части Армении. А в качестве пятерки оценки за четкие это... Это хорошее финансирование. ...время имени Георгии. Я не знаю. Но, во всяком случае, я могу сказать только одно. Любая ангажированная наука, она уже не наука. Если мы заранее знаем результат, это в военно-промышленном комплексе может быть. Дайте мне гаубицу, которая стреляет, скажем, на тысячу километров или на двести километров. Задачи поставлены, ее надо выполнить. Это военная задача. В науке это не техническая задача. Но генетика не меньше может быть. Научная задача. Это естественно научная задача. Это то, что скрыто в природе. Мы должны раскрыть то, что скрыто в природе. А не поставить цель и сказать, что наша цель доказать, что армяне пришли или азербайджанцы аборигенные. Мы этого не знаем. Могло оказаться, что армяне пришли. Могло оказаться. Но не оказалось. Но не оказалось. Давайте поставим вопрос, кто армяне, кто азербайджанцы. Выясним это, ну, я не думаю, что это уже очень сильно отразится на нашем быте, на нашем социальном поведении Я не думаю Это был Советский Союз, который, так сказать, запрещал делать одни народы более древними Слава Богу, что нет этого, это означает, что армянские ученые все-таки могут работать без нажима политического И слава Богу, я этим очень доволен Сегодня мы работаем в условиях и бюджета, и в условиях тех грантов, которые мы получаем Но могу сказать только еще одно Работы такого рода, они очень дорогие И было бы желательно, конечно, чтобы работы, которые касаются все-таки этногенеза, касаются нашей истории В той или иной мере они все-таки способствуют хорошему, скажем, накоплению хороших аргументов для наших переговорных процессов Я думаю, что в этой работе все-таки должны участвовать и какие-то, ну вот скажем, армяне, которые хотели бы все-таки помочь науке Богатые армяне Вам не кажется, что нынешние богатые армяне больше нацелены на какие-то шоу, чем на науку? Да, мой опыт, так сказать, отрицательный опыт последнего, я не знаю, последних шести месяцев Указывает на то, что обращение к ним за помощью и то финансовой помощью, которая целевая Нам нужно купить оборудование, нам нужно купить реактивы Мы не хотим денег на сбор материала, мы не хотим денег на зарплату, нет Мы хотим только чисто целевую И, честно говоря, в два раза я получил от ворот поворот Это от представителей, я их называю представителей интеллектуального супербизнеса в России, армян Мне очень жаль, и я надеюсь, что все-таки те люди, которые понимают значимость такого рода работ Понимают ее необходимость для решения очень многих вопросов, не политизированных, не ангажированных Нам нечего бояться, мы люди действительно аборигенные, мы автохтонные народы этого региона О чем очень много строгих свидетельств не наших, западных наших коллег Я думаю, что нам нужно вкладывать Это понятное дело, потому что покупают, оплачивают, финансируют обычно тех, кто чувствует себя не аборигеном, не хозяевами земли И надо это как-то через деньги доказывать У меня вот еще к вам такой вопрос Я знаю, что вы проводили под Ростовом-на-Дону, где-то там в области, генетические исследования донских армян Были какие-то результаты, но я, честно говоря, не очень-то и знаком с ними Если можно, расскажите о результатах Да, очень коротко расскажу, это был тоже очень интересный В двух словах, я об этом писал в газете, но я думаю, что это будет интересно Очень коротко, дело в том, что нашелся один герострат армянский, который решил написать о том, что человек, который очень далек от науки, который работает с таларадом У нас таких герострат очень много, на самом деле Какой-то погос, я не хочу его имени называть, так стоит, чтобы не делать ему рекламы И он издал книжку, в которой пишет, что армяне, ростовские или армяне, донские армяне, они являются кипчаками по своему происхождению И вот они приняли армянство в силу каких-то политических причин для того, чтобы выбраться из этого самого, из Крыма и оказаться на Дону Так вот, этот сукин сын, назовем его так, пускай это прозвучит Он меня, так сказать, подвиг на то, чтобы я занялся вот этим делом Когда представитель армянской диаспоры, очень хороший, значит, мой коллега Сергей, он созвонился со мной и сказал, что существует такая проблема, как ее решить Я сказал, я ее решу И, значит, с его помощью, с помощью других активистов армянского вот этого общества Мы, нам удалось собрать достаточно количество, значит, ДНК И эта ДНК была обработана российскими коллегами И сегодня мы готовим статью, хотя уже имели два выступления на конференции в Ростове-на-Дону И в которой было показано, что, конечно же, эта община, или, скажем, вот этот сегмент, он является чисто армянским Когда мы его классифицируем с применением различных методов статогенетики, различных подходов моделирования Мы, конечно же, видим, что это неотъемлемая часть общего армянского генофонда Эта данная община, она имела огромную и разнообразную, длительную и разнообразную историю в течение нескольких веков Вначале она появилась на Северном Кавказе и за набегом на Гайцево она ушла в Крым В Крым по настоянию, по решению, вернее, Екатерины она оказалась уже в Крыму Естественно, за это время должны были быть какие-то контакты Так вот эти контакты оказались минимальными, в основном с населением, христианским населением То есть славянский Славянский, там есть элемент российский, малороссийский и элемент украинский К гадских армянам, получается, сколько процентов славянского? Славянского, ну, несколько процентов Несколько Мы еще работу продолжим Несколько процентов Ну, я четко сейчас цифру не могу назвать, поскольку мы работали только по игре хромосоме Там около 4-5 процентов Это не очень большая Как у китайцев армянского Ну, может быть Но в данном случае это исторически задокументированная вещь И я думаю, что, кстати, можно на эту тему, опять же, если кто интересуется, то есть у меня статья в приложении газете Голос Армении Приложение называется МОСТ Там тоже можно найти более пространно, более в деталях, в больших деталях Я ответил на эти вопросы И на этом году, где-то в мае, в апреле месяце, я не помню И не могу еще не задать вопрос, который часто муссируется в средствах массовой информации В частности, в интернете Насколько опасно для армянской генетики, для армянских генов, ДНК Это когда один из родителей не армянин Скажем, мама или папа Очень есть такие националистические группы в том же, в социальных сетях Где популярны такие лозунги, как «армянка для армянина», «армянин для армянки» Что-то напоминающее такое немецко-фашистское нацистское Понятно, предоголовное Да, вот как мне кажется, здесь дело скорее лежит в воспитании Хочет ли отец воспитать своего ребенка, вырастить из него армянином Будучи рожденным, этот ребенок, допустим, от русской мамы То есть, мне кажется, это важнее, чем если у него там один из родителей не армянин Как вы считаете? Ну, я полностью согласен с вами, на все 100% Просто дам подоплеку генетическую Дело в том, что мы, как представители рода Homo Вид у нас очень молодой, ему около 200 тысяч лет Это очень короткий для эволюции промежуток За эти 200 тысяч лет мы образовались из очень малого количества людей Особенно тех людей, которые перешли Африку около 60 тысяч лет тому назад И, значит, уже произошла колонизация остальной части земного шара То есть, мы все родственники на самом деле И все наше разнообразие умещается примерно в 0,1% нашего генома Это очень малое количество Мы сегодня близки друг к другу на много чем Несколько там, сколько там, 10 тысяч или сколько там, десятка тысяч Обезьян осталось Я имею в виду горилл, шимпанзе Которые действительно очень далеки друг от друга Мы люди очень близки То есть, вы апологет теории Дарвина? Естественно, я преподаю дарвинизм Я не могу быть атеистом и преподавать, не быть атеистом и преподавать, скажем, теорию Дарвина И наука, во всяком случае, сегодня пока стоит на позиции дарвинизма Сегодняшняя генетика на позиции дарвинизма Если в ней нет вопросов, то есть, нет ответов на некоторые вопросы Я думаю, это дело времени Ну, во всяком случае Так вот, вернемся к вопросу, насколько это опасно? Смотрите, значит, наше различие между, вот у нас с вами различие всего на уровне нескольких сотен или тысяч, скажем, не генов По генам у нас все нормально, одинаково Там могут быть различия только в олелях У нас различие Отец и сын различаются примерно на 100 позиций Которые никак не влияют на, скажем, на какие-то насходства между ними Группа армян, 100 человек, они отличаются между собой меньше, чем 100 армян отдельно взятых и 100 аборигенов в Австралии, в среднем Они ближе 100 армян к австралийцам, чем 100 армян внутри себя Наибольшее разнообразие, наибольшая разница внутри отдельного племени, внутри отдельного народа Это означает, что мы очень близки друг к другу Сегодня, если армянин женится на гречанке, на грузинке, на, не знаю, там, на иранке, на ком угодно Тем самым, никаких генетических следов от этого, последствий, вернее, отрицательных Их быть не может по определению Опасно тут неуместно Я считаю, что любое обогащение этого самого генофонда, оно должно приветствоваться Я боюсь другого В условиях, когда в Армении уменьшается количество населения из-за оттока Мы бы не оказались на грани инбридинга Не дай бог Это что? Инбридинг это близкородственное скрещивание Когда происходит гомозиготизация Каждый народ в своем генофонде имеет определенные варианты этих самых гетов, которые вызывают заболевания И если у нас будет идти близкородственное скрещивание То вероятность совпадения, вот скажем, вот этих со стороны отца и матери Вероятность совпадения или появления их у одного и того же ребенка Вот этих самых генов или вариантов генов, несущих заболевания Оно увеличивается с каждым болезнением То есть получается, мои слова подкрепляются тем, что кто так говорит, что армянка для армянина Это говорят от слабости, которые сами женаты, допустим, на тех же русских Но не могут из своего ребенка вырасти настоящую армянку Я с этим согласен Я с этим согласен Мой опыт, опять же, я провел 8 лет в Московском университете Те, кто больше всего кричал о том, что он не хочет менять паспорт в советское время в Москве Поскольку там не было армянских этих самых гок А должен поехать в Армению, получить паспорт, потом вернуться в Москву, поступить в аспирантуру Все они женились на русских И, насколько я знаю, дети не говорят по-армянски Те, кто больше, так сказать, кричит на всех углах о том, что он армянин Что, скажем, у него армянство 10-ти тысячи летней или 20-ти тысячи летней давности Эти люди, как правило, наиболее слабые в отношении сохранения своего армянства Наиболее слабые элементы Я думаю, наиболее преданные, наиболее сильные носители вот этого армянского духа Они не кричат об этом И еще одно, самое последнее Обычно говорят и больше всего славословят на темы происхождения, на темы культуры На темы люди, которые не являются специалистами Спасибо вам большое Было очень интересно Через год я обязательно еще раз буду в Ереване Я надеюсь, что за это время появятся какие-нибудь новые данные из ваших работ И мы это тоже отговорим У нас в этом время появится новая статья по древней ДНК Чисто армянская Мы сейчас ее готовим Хорошо, надеюсь, спасибо большое Вам тоже Это был Ливон Епископасян, профессор До следующих встреч в эфире Спасибо 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 Спасибо